В древние века шаманы использовали в крупных захвательских войнах. Во время войны лунами активно около 100 с лишним шаманов вели и даже нападали на риф. И потом они схватили в Зельдию. Потом шаманы использовали Чингисхан. Потому что шаман это, во-первых, географ, он отлично знает и предугадывает, какие реки будут, какие горы будут, какие перепостей будут. И какие, сколько их войска. И все, этот шаман заранее знал. И поэтому эти древние вогласы использовали шаманов. Сила шаманов была использована как броня, тяжкие вооружения, можно так сказать. Еще за часы в Хунах, когда крол Атилла атаковал Турцию, то забил шаманов и дяки силе шаманов тюрецкое место падало. А также Чингисхан использовал силу шаманов, как его тяжелую броню. Среди моих предков был шаманов, который один мой предок уходил в войсками Чингисхана. Потом они заплатили в Средний Азии. Потом уехали в Европу внуком Чингисхана Патые. Он дошел до Атиллического хрена. И его адрюбута у меня есть тысячелетия доходит. Это адрюбуты шаманские. У меня тоже есть. Да. Среди моих предков, которые вы можете заменить, какие реки будут на прескодах, как будет выглядеть, как территорию, в которых возле войска. Караолл ма, проська, который был ученый в таких вытчинах еще за часы Чингисхана, где просьбые пришли аж до Европы. помогали сдобыть европейские места и та часть, которая подражалась с ним гопшотским есть надал в поседании королев Шаманов у нас сейчас мирно мы будем использовать сельское хозяйство охота охотникам и рыбакам и разные его тайги работающие деревом, отрасывающими работами это все шаманы им упалывает и разрешает через природу в сегодняшних часах шаманы использованы только в покоевых миссиях которые помогают предоставительным мысливым, лесничым и получают позволение от натуры на использование и обеспечивание их Шаманы все смогут когда рождать, рождать как называть это и какая будет его судьба все это шаманы все с малолетства с малолетства с малолетства при рождении он скажет что такой будет человек шаманы шаманы прошу о розпознание в народном 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 человеку его прошлощи шаманы надоем ему имя потратим видеть его шаманы помага в представлении такого шаманы смогут тоже нуждаются когда заключаются браки в свадьбах шаман присутствует и дает благословение у нас обучение шаманы шаманы в так называемых договорах с малолетами помогает договорить с людьми чтобы дошли до шлюбов а потом в таком шлюбе и дает благословение новой пары и это стандарт чтобы семья была чтобы родина была мощная шаманы когда люди болеют или человек или голодовая или болезнь а вы взяли шаманы и ему потом шаманы разрешить больницу приезжать или лечиться это через него прополиция если человек захорует на шаманы потом он может исти до твоего лекаря шаманы когда человек умер шаман должен призывать вызвать духа слушать человека и гостер и гостер москве пищи разные детей на фармит и попросить его чтобы успокоиться на том и он дал разные замечания своим родственникам и лучше шаманы разговаривать и что желал это все передает родственникам потом проводит хорошие места зеленые места зеленые места зеленые места в зеленые места и когда договорятся помыслия то шаманы впровадят души зеленые места где душа будет себя зеленые вг. его желания и его шаманы зеленые места зеленые места со всеми деревнями городами носители около 800 шаманов вот наши вот я еще председатель шаманское общество есть тут медведение там одной организации 45 шаманов это значит у нас 7 шаманских это значит у нас шаманов вновь население такое шаманное население в Туве только 8 шаманов таких товарищей нет в Туве в Туве около 200 тысяч туве в Туве 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 только туве это туве туве Субтитры сделал DimaTorzok